Здравствуйте! Темой сегодняшнего урока будет работа с векторными объектами. Мы уже ранее рассматривали несколько пунктов из меню «Вектор». Сегодня я хочу осветить остальные пункты, а именно поподробнее рассказать о буферных зонах и о пространственных операциях. В свой рабочий документ я подгружаю дополнительно новые слои в формате «Shape» с полигоном растительности, гидрографией и поводкоопасными участками. Далее для удобства я меняю стиль у всех векторных слоев, которые я добавила. И после этого приступаю к обрезке векторных слоев по той области, которую мы исследуем. Далее выбираем с помощью отметки «Необходимую область» в панели «Векторные инструменты». Выбираем инструмент «Выбрать объекты в области», а далее нажимаем «Отсечь объекты». Таким образом поступаем с каждым слоем векторным, который нам необходимо обрезать. В программе Image Media Center буферные зоны представлены в виде векторных полигонов, окружающих точечные, линейные или полигональные объекты. Буферная зона представляет из себя полигональный слой, образованный путем расчета и построения эквидистантных линий, равноудаленных относительно множества точечных, линейных или полигональных пространственных объектов. Буферные зоны возможно построить по нормативам, а для этого необходимо выбрать пункт меню «Вектор», «Буферные зоны», «По нормативу» и далее в диалоговом окне «Буферные зоны по нормативам» настроить параметры построения. Выбрать подходящий тип объектов из перечня стандартов, указать рабочий слой из числа открытых в программе векторных слоев, определить тип параметра и т.д. При необходимости установить галочку в поле «Результат в новый слой» и после задания параметров необходимо нажать кнопку «Ок» для запуска алгоритма. В моем случае я выбрала слой с действующим шоссе, далее из перечня стандартов выбираю «Автомобильные дороги», тип оставляю «Неизменный», категорию беру четвертую, делаю общий буфер и ставлю галочку возле пункта «Результат в новый слой». И у меня создался слой для шоссе с буферной зоной под тот класс дороги, который я выбрала. Для построения буферных зон векторных объектов с указанием величины буфера вручную или из колонки таблицы атрибутов необходимо выбрать объекты, для которых необходимо построить буферные зоны. Затем выбрать пункт меню «Вектор», «Буферные зоны», «Буферные зоны». Далее настроить параметры построения буферных зон и нажать кнопку «Ок» для запуска алгоритма. Полученные векторные свои можно переименовать для дальнейшего удобства в работе. Для построения буферных зон пересекающихся объектов необходимо выбрать пункт меню «Вектор», «Буферные зоны», «Буферные зоны пересекающихся объектов». Далее в диалоговом окне «Буферные зоны интересующей области» необходимо задать параметры обработки, указать векторные свои из числа открытых в программе, далее выбрать колонку со значением буферной зоны и единицы измерения для слоя маски, задать значение буферной зоны для непересеченных областей. По окончанию настройки необходимо нажать на кнопку «Ок» для запуска алгоритма, после чего программа создаст новый векторный слой, в который будет входить пересечение объектов. Одним из преимуществ программы состоит в том, что атрибутивная информация, связанная с пространственными объектами, наследуется производными картографическими объектами в автоматическом режиме или по заданным логическим формулам. Далее мы рассмотрим пространственные операции. Данный пункт содержит пересечение линий и полигонов, а также операции с полигонами и объединение пересекающихся объектов. При выборе пункта пересечения линий и полигонов открывается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать слой линий, также слой полигонов, при необходимости дать имя для нового слоя и также отметить параметры, поместить в новый документ, скопировать атрибуты из слоя линий и скопировать атрибуты из слоя полигонов. По завершению процесса обработки будет создан новый векторный слой, в который будет входить пересечение выбранного вектора с линиями и выбранного векторного слоя с полигонами. При вызове пункта операции с полигонами открывается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать рабочий документ, также представлены исходные слои документа и вычитаемые слои документа. Далее необходимо из выпадающего списка выбрать необходимую операцию, производимую между слоями. Также возможно выбрать пункт копировать атрибуты. В этом случае вся атрибутивная информация будет скопирована в новый созданный слой. И также можно задать имя для нового слоя. Пункт пространственный анализ предназначен для произведения вычислительных операций над геоданами с целью извлечения из них дополнительной информации. При вызове данного пункта меню открывается диалоговое окно «Пространственный анализ», в котором необходимо выбрать рабочий слой, а также исходные слои и слой масок. В исходных слоях мы выбираем те данные, с которыми будем производить операции. В слой масок указываем тот слой, из которого собираемся вычитать предыдущий. Далее в пункте «Операция» выбираем необходимую операцию, и сразу можно дать новое название для будущего слоя. Вся атрибутивная информация будет скопирована по умолчанию в новый получившийся векторный слой. Таким образом получилось обработать векторные данные с помощью двух пространственных операций. В первом случае найти строение в пределах населенного пункта, а во втором случае найти одно-двухэтажное здание в пределах этого же населенного пункта. Далее следующим шагом будет объединение получившихся векторных слоев в один, благодаря операции «Объединение пересекающихся объектов». Пункт «Объединение пересекающихся объектов» предназначен для объединения векторных слоев в тех участках, в которых они пересекаются. Для этого в открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать рабочий документ, а также необходимые исходные слои. Далее ввести имя для нового слоя при необходимости, и для завершения операции необходимо нажать кнопку «Ок». В итоге программа Image Media Center создаст новый векторный слой с объединенными необходимыми слоями. На сегодня это все. В следующий раз мы рассмотрим пункт «Топология» из меню «Вектор». Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.